Здоровч! Немного запоздал я с роликом, но на стримах меня продолжают спрашивать, стоит ли крутить кли. Учитывая, что на мой аккаунт она вышла погулять ещё год назад, мне есть что рассказать. Кадзуху тоже немного затронем, но начнём с кли. В ролике буду использовать довольно бюджетную кли, средние статы критов 60 на 180. Морской атлас я так и не прокачал, поэтому будет песнь странника. А по артефактам я решил использовать 4 куска ансамбля, позже объясню почему сделан такой выбор. Автоатаки коронованы, а на ульту и элементальный навык я зажмотил ресурсы. Соряньте. По геймплею кли не так проста как кажется. Первая заморочка заключается в отмене анимации автоатак. Суть в прожиме прыжка после использования заряженной атаки или двух обычных. Так выигрывается драгоценное время и не приходится стоять на месте пока пройдёт анимация заряженной атаки. Использовать это придётся, иначе кли потеряет много урона. И тут возникает один жирный минус. Рандомная пассивка. Прока это нас 50% шансом при нанесении урона обычными атаками или элементальным навыком. И даёт возможность использовать заряженную атаку не расходуя выносливость, при этом нанеся на 50% больше урона. Так вот минус заключается в том, что эта пассивка может не прокнуть даже спустя 6 попаданий обычной атакой или подрыва всех бомбочек с элементального навыка. Как ни странно, случается это часто. Хотя шанс в 50% то не маленький. Может я такой невезучий. Ждать прока пассивки нет смысла, всё равно придётся повторять ротацию из обычных и заряженных атак, используя отмену анимаций. И если пассивка не будет прокать, тогда отряд остаётся без выносливости, что не даст возможности уклониться от атаки в нужный момент. Для удобства можно использовать щитовика в команде. Желательно с долгими щитами, например, Тому или Джун Ли. Ещё один минус. Хоть Кли и орудует катализатором, но её бомбочки не летят далеко. И сражается она по сути на средней дистанции. По некоторым врагам атаки даже попадать не будут. Например, такое можно часто увидеть на манифестации грома, когда половина тычек не попадает в босса. Я довольно много времени отбегал на Кли и скажу, что за неё неудобно играть по сравнению с Ху Тао или Еймией. Кстати, ролики про них у меня тоже есть на канале. И недавно я рассказывал про Еймию. Ссылка будет в верхнем правом углу. Если отбросить все минусы игры за Кли, то в плане нанесения урона она вполне себе сильный персонаж. Особенно при использовании 4 кусков Симонавы и абуза их пассивки. 4 куска артефактов Симонавы дают лучший урон в заряженной атаке, но требуют энергию на активацию. Так вот абуз этой механики заключается в прожиме кнопки элементального навыка, а потом ульты настолько быстро, чтобы энергия не успела потратиться, а эффект с 4 кусков Симонавы сработал. Так мы получаем баф урона заряженных атак и активную ульту. Но это крайне сложно провернуть. Можно обойтись вариантами попроще и стабильнее. Например, 4 куска ансамбля или 4 куска ведьмы. Набор ансамбля бафает урон заряженных атак, от которых играет Кли. При этом дает немного мастерства стихий, что будет полезно при игре от реакции пар. А набор ведьмы усиливает урон от всех способностей Кли, но проигрывает по урону заряженных атак. И так как я почти не качал ульту, поэтому остановил свой выбор на ансамбле. По отрядам можно собрать прожарочную пачку с кучей пира урона или отряд играющий через реакции пара. Прожарочная пачка хороша против элементальных созданий, например крио, гидро, электрогипостазис, манифестация грома и прочих подобных. Только учтите, что птичек как и огниды достать на Кли почти нереально. Помочь может ее ульта. Вейп отряд через реакции пара подойдет для всех остальных вражин, только тут одного Син Цю или Елань может не хватить, потому что Кли накладывает довольно много пиростатуса и может перебить гидростатус, из-за чего реакцию пар будет закрывать уже не она. Поэтому для стабильного Вейпа стоит использовать и Син Цю, и Елань. Я выбрал именно такой состав и добавил сюда Джун Ли, так как мне постоянно не везет на проке пассивки, поэтому вечно бегаю без выносливости. А щит Джун Ли помогает в этом, плюс бафает урон за счет понижения сопротивления вражин в радиусе. Таким отрядом замечательно лопаются механизмы, которых пихают постоянно в бездну. Змея задушить вообще не проблема, и можно не переживать, что он закопается под землю, ведь отрегенить ульту на Син Цю и Елань будет очень просто. И как только змея выкопается, продолжаем закидывать всем, что есть. Механический массив также отлетит на свалку без напряга, но это довольно дорогой отряд, и не у всех есть Елань и Джун Ли. Как же его удешевить? Можно заменить Джун Ли на Тому или Диону, а Елань махнуть на Розарию. В таком отряде иногда будет прокать реакция Таяния, что сильнее пара, если реакцию закрывает именно пироэлемент, плюс баф крит шанса от Розарии. И вариант для тех, кто уверен в проках пассивки и не переживает, что выносливость может закончиться. Син Цю, Сахароза и Беннет. Правда, таким составом есть вероятность сорвать гидростатус с цели и запороть реакции пара от Кли, поэтому ультой её здесь можно пренебречь и спокойно одеть набор Симынавы. Ах да, ещё атаки Кли считаются взрывами, поэтому ломают геоструктуры, и её можно смело брать на геогипостазис. Но как бы ни была хороша Кли, больше всего напрягает вечное отсутствие выносливости, и всё это из-за рандомной пассивки. Надеюсь, может её когда-нибудь переработают. А если говорить про Кадзуху, то он наоборот награждает владельца комфортом игры, его стяжка и бафы элементального урона очень хороши. Кстати, с Кли он тоже отлично играется, стягивая элементальным навыком все её бомбочки. И я считаю, что даже с выходом Дендроэлемента, Кадзуха всё равно не утратит актуальности. Ведь пока что мы не в курсе абсолютно всех реакций с Дендроэлементом, поэтому выбирая между Кли и Кадзухой на новом аккаунте, я бы отдал предпочтение Кадзухе. Ведь отличных саппортов в игре мало, а дамагеров сильнее или удобнее, чем Кли в достатке. А для побегушек в открытом мире, кто угодно может быть дамагером, хоть Барбарой ДД бегайте до 40-го ранга, но в любом случае выбирать тебе. Учти, что Кли показывает неплохие цифры урона, но не без заморочек, и придётся ещё привыкнуть к её геймплею. А на этом у меня всё, жду тебя в следующих роликах, или моей Телеграм-дискорд-группе. Также на стримы залетай как время будет, все ссылки в описании. Ну и... Покеда! Покеда!